Высокие, подтянутые, максимально собранные. Сегодня у 18 из них ответственный и волнительный день. Принятие присяги. Вместе с призывниками в торжественный момент командиры, сослуживцы и, конечно, родные и друзья. Ребят призвали на службу чуть больше месяца назад. И вот сегодня новый этап их армейской жизни. Я, Маков Максим Вячеславович, торжественно присягаю на верность своему Отечеству, Российской Федерации. Клянусь соблюдать Конституцию, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость, конституционный строй России, народ и Отечество. В день принятия присяги со словами напутствия к новобранцам обратились офицеры, юнормейцы и родители. Сегодня очень важный день в вашей жизни. И хочется пожелать вам терпения, ведь служба в армии – это очень серьезное испытание для человека. Она делает мужчину настоящим мужчиной и защитником своего Отечества и своих близких. Многие из ребят даже мечтать не могли, что попадут в элитное подразделение – роту почетного караула. Служить здесь всегда было особой честью. Никак нет, не думал. Я даже не знал о таком подразделении. Во-первых, это большое волнение, а во-вторых, это гордость за свою страну, за себя, за своих родителей. А вот Четинец, выпускник Забайкальского госуниверситета и артист балета-ансамбля песни и танца дома офицеров Вадим Цебанько, надеялся, что попадет служить именно в роту почетного караула. Большая честь была для меня, что я принимаю присягу именно в музее дома офицеров. Мне кажется, главное мероприятие для любого военнослужащего рода почетного караула – это 9 мая. С доблестью отшагать, красиво, стройно, чтобы все было достойно. Впереди у ребят месяцы серьезной подготовки и усердных тренировок. Ведь именно им предстоит участвовать в торжественных мероприятиях, впечатляя своим мастерством владения оружием, синхронностью движений, идеальным строевым шагом. В основном, конечно, идет вся нагрузка на специальную подготовку. То есть у них всегда плац, плац и плац. Ну, немаловажна также военно-политическая работа с ними. Проводим лекции, проводим беседы постоянно. Ну а пока теплое объятие с родными и друзьями. Многие смогут увидеться только через год или раньше, наблюдая за своим сыном или братом во время Парада Победы на Центральной площади Читы. Полина Харченко, Юлия Тимошенко, Максим Лобачев. Время новостей.